рад приветствовать вас дорогие друзья вы на канале безель меня зовут алексей я очень долго думал записывать ли видео и я пришел к тому что без занятий любимыми делами каждый человек находящийся в повышенном стрессе и это максимально что может происходить в принципе в мире оказавшись в эпицентре войны должен заниматься тем что он умеет и любит больше всего потому что по-другому можно просто поехать кукушкой сегодня 9 апреля сегодня 45 день войны россия напал на мою страну сегодня ровно месяц как вся моя семья моя беременная жена мой ребенок выехали из украины и находятся сейчас совершенно в другом месте и те чувства которые мы испытываем внутри не дай бог кому-то из вас пережить никогда я немного прочитаю свои мысли и они будут выражены через стих алексея чернокова гнойник созрел лишь надави и брызнет и потечет рекой кровавый гной народ российский разучился мыслить им делают инъекции останкинской иглой таких подонков не было во власти так на земле еще никто не угал он возбуждает неизменные страсти чтобы русский украинца убивал дорогие друзья подписчики где вы не находились вы можете отписаться от моего канала если вам здесь неприятно и дискомфортно это будет ваш выбор свой выбор я сделал а теперь давайте придем к обзору микро бренда пойбас дайверская серия и и хотелось бы небольшую ремарочку сделать на предмет того как принципе фойбас попал к нам впервые это было несколько лет назад клиент попросил привести пию 2 0 9 си моделька значит и из их не серии мастер которая назначена для дайвинга тогда еще скептически относился к всему тому что делают китайцы но тем не менее клиент попросил ему выполнили его просьбу мы привезли ему девятую модель она была точно такая же как 10 которая сегодня на обзоре пию 0 10 7 только без апертуры вот здесь она есть на той версии индекса идут полноценно по всему циферблату стандартная инструкция коробка демократичная тканевая доехали они часы массивные 218 грамм вот так вот при транспортировке бывает когда небрежно относятся логисты к грузу и вот такие вот бывают неприятности коробка на самом деле в часах не самое главное самое главное это внутрянка и и все что собственно грамм и мы будем видеть своими глазами значит сам бренд это молодая семья по легенде они очень любят путешествовать и в 2014 году они отправились в грецию не там они вдохновились греческой культурой мифологии богами вернувшись к себе не не начали в 10 шестнадцатом году открывать и развивать свой личный часовой бренд значит фойбас это бренд который еще также имеет название второе бога солнца и света аполлон то есть на вот этой теме как раз и развивается маркетинг всего бренда за 2016 уже шесть лет они приобрели огромную популярность среди фанатов в европе в америке на просторах бывшего снг очень много обозревается фойбас на одном из русских каналов и думаю вы тоже знаете какие другие бренды ну я честно говоря у меня вот на слуху это был первый фойбас потом я узнал про арагон потом вот спиннекер появился и ну я не рассматриваю откровенный шлаг с алиэкспресс потому что честно говоря внимание на это я бы не хотел свое инвестировать и время за счет того что ну много китайцев появилось вот но пусть русские сейчас используют все возможности китайской часовой индустрии так как к ним полностью нормальные часы свыше 300 евро наручные часы просто завозиться не будут сейка вот тоже на днях сообщил о том что все это предметы роскоши и они в россию поставляться не будут собственно ну вот как есть ну вот вот этот вот осьминожек на задней крышечке мы видим вот такая вот глубокая обработка металла симпатично все выглядит у нас 300 метров водозащита немножко по характеристикам официальные каталожные данные сообщают по размерам 48 и 5 и и 42 вот давайте смотреть вот так оно и есть да вот 42 и 48 и 5 это скорее всего у нас высота да да значит чем примечательны сам фойбос и в целом вот эта модель они сюда неплохо так напхали люма они напхали его в безель безель сапфировой и это все вот индексы это стрелка вот точка на секундной стрелке минутная часовая апертура на 6 часах сейчас я вам пробую выключить свет и показать приблизительно хотя бы как выглядит все у нас даже вот в таком вот импровизированном освещении вот можно рассмотреть определенное освещение и на безеле и самих стрелок и вот таким вот образом они в этот китайский микро бренд втулили все что можно было втулить за сравнительно небольшие деньги здесь сапфир с антибликом достаточно неплохо справляется нету пока я не обзавелся лупой для макросъемки я бы может где-то что-то нашел какие-то пылинки как любят делать западные блогеры снимает с ферблат прямо вот как говорится на разрезе хирургическом пока вот можно так рассмотреть визуально это пылинки сверху на сапфире значит здесь установлен инженерный браслет вот такой вот пятизвеньевый идущий с самого начала хороший литой браслет литая застежка механизм сейка всем полюбившиеся самые массовые по производству техника брендов NH 35А 24 камня ширина по браслету 22 миллиметра по опять же легенде они вдохновлялись гимном Аполлона который написал Биши Шелли золото солнце пробуждает из тьмы и приносит свет в мир и оставляет красоту на земле думаю что это будет мой гимн на сегодняшний обзор очень хочу чтобы все то что происходит сейчас закончилось и вернулась нормальная жизнь красота любовь и нормальное взаимоотношения человеческие последний примерочный на руке 17 сантиметров вот очень неплохо при их весе они очень классно обхватывают руку я не ощутил глобального дискомфорта спасибо что вы досмотрели этот сумбурный ролик и остаетесь с нами я вам очень признателен это канал безель канал душевных разговоров о наручных часах до новых встреч